Драки, споры и даже слезы радости. Чего только не было в нашем проекте. Не мудрено, ведь проверили почти 900 сигналов за 5 лет. Время подводить итоги. Это программа «Семейный контролер». Я ее ведущая Сержанна Мордогеева. Смотрите в этом выпуске. Мы с тобой чикаться больше не будем. С чего ты берем? У тебя никаких детских посудей, ничего не будет. Чем так возмутились органы опеки и что теперь будет с многодетной матерью? Могу дыхнуть, могу анализы сдать. Пятеро детей не повод для трезвости. Поможет ли отрицание избежать контроля? Сейчас, ты снимаешь. Ты что делаешь, а? Ты снимаешь там? Наручники больше нарезают. Пять самых громких случаев за историю проекта. Как развивались события и что с этими семьями сейчас? И начнем программу с проверки новых сигналов. Сразу несколько сообщений поступило из Иволгинского района. Суть примерно одинаковая. Родители выпивают, все семьи многодетные. Семья подучетная получается, да? Да, я стою на учете. На учете почему стоите? Я жила на морозоводе. Там с одним подцапывалось. Он вызвал опеку. В тот момент у меня было с деньгами напряг. Напряг, очевидно, в семье и сейчас. В семье трое малышей. Но еды практически нет. Хотя финансовых возможностей должно вполне хватать на элементарные. Детские получаешь? Да. Сколько? 72. Две. Вот 72 тысячи месяц на детей, которые дают. Дети еще маленькие. А почему такие, так мало-то, еды-то? Ну а куда набирать-то? Все продукта больше нет. Вот это и все. Ну пока, да? На данный момент мы фиксируем, что продукта дома нет. Но проблема не только с пропитанием. В целом, условия в доме назвать благополучными можно с натяжкой. Постельное белье давно не менее, но все грязно. Тут дети спят, да? Здесь постельного белья вообще нет. Это вас ребенок? Да. Сколько ему? 11. Месяцев, 11 месяцев. Она спит отдельно у вас, в кровати, да? Почему вот нету-то постельного белья хотя бы у маленького ребенка? Воду дадут и хотят ростить. Они всегда в этот день. Каждый раз белья нет, и каждый раз на все. Мы с тобой чикаться больше не будем. Не можешь детей смотреть? Мы сейчас у тебя счеты берем. У тебя никакие детские посуды, ничего не будет. Сколько можно-то? Сколько можно-то в бардаке жить-то? Постельного комплекта нету. Еды у тебя нет, продуктов питания. Куда деньги додеваешь-то? На продукты трачу. 72 тысячи. Ты достаточно деньги получаешь, мы тебе еще раз предупреждение делаем. В следующий раз, чтобы мы приехали, у тебя все было. Я специально сама приеду лично. Хорошо. И буду все смотреть. На этом замечания не закончились. В запущенном состоянии оказался и двор. Неудивительно, что дети предпочитают гулять за оградой. Но и на это молодая мама нашла оправдание. Что лежит-то, это мужик-то? Пусть мусор все убирает. У нас мусорка ездит просто в определенные дни, мы сразу вытаскиваем его. Мусор убирает. Да, действительно, проблемная семья. Антисанитарное положение у нее. У нее уклад жизни вот такой получается. Ну, хотя сегодня они в нормальном состоянии были, то есть, значит, не в алкогольном опьянении. Но, тем не менее, дома, значит, отсутствуют продукты питания, да. Хотя получают достаточные выплаты социальные на детей. Мы не можем, например, им указывать, на что будете тратить деньги. Это на их усмотрение, конечно. В итоге, пока семья делалась очередным предупреждением. Но контроль за ними обязательно продолжится. Недавно, говорит, гуляла она с кем-то, да? После день рождения. А день рождения у нее было? Нет, у тети ее еще. А день рождения какого числа было? У меня это 26-го. Короче, выходные все она гуляла, ее видели. Сколько гуляла? Неделю гуляла. А? Неделю гуляют уже. Неделю гуляют? Ну, вас не слушается, вы ее не рваете? Да, я с ним стал рваться. Я сказать, по цепицу бежит. В этой семье, как в сказке, четыре сыночка и лапочка-дочка. Папа вахтовик старается побольше заработать, чтобы достроить новый дом. Вот только мама больше похожа на антигероя. Он не гуляет? Я ее китрю, не гуляю, я с нее, он закодировал своих. Он закодировал, а ее надо кодировать? Надо, конечно. Пока мы обсуждали потенциальное лечение женщины, пришла и она сама. И попыталась убедить нас, что все это не про нее. Могу дыхнуть, могу анализы сдать. Дыхание уже не чувствую я. А что вы можете чувствовать? Ну, я слышу, что перебоработала. Со слов мамочки, она действительно гуляла, но накануне и по якобы особому поводу. Говорит, пристрастие к алкоголю началось после трагедии с дочкой. Я ее родила, и в Алге, почему роддом закрыли, и за меня закрыли. Потому что дочь родилась в 34 недели, и маленьким весом. А они нас выписали на третьи сутки. А только что роддом выписали, она первые сутки умерла. Потом диагнозы сделали, и развитие легких было. Я вот тут сорвалась, и у меня ехала крыша. Но это было очень тяжело. В своем горе, очевидно, женщина совсем забыла не менее важное, что у нее есть еще пятеро детей. Но она может потерять их, если не перестанет пить. Мы акт, конечно, составим. Ходотайство напишем, письма отправим на комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы рассмотрели в любом случае. И хотя бы поставить на контроль в сельское поселение по месту жительства. Пока будем следить за этой семьей. Вряд ли задумывалась о последствиях, и другая женщина с ее слов отмечала с подругой день рождения трехлетней дочери. И когда спиртное закончилось, решилась бегать в магазин с именинницей. Но в этом случае пенять нужно только на себя, ведь у оппонента на руках ребенка же не было. В итоге семью возьмут на контроль. Под усиленное наблюдение не мешало бы взять и другую семью в Октябрьском районе. Младший ребенок родился несколько месяцев назад. Но в связи с проблемами со здоровьем выписали его только за день до нашего приезда. Вот у нас что пили-то? Водку? Пиво? Мне кажется, пиво более доходное. Да, полторашку просто выпили. Вдвоем, да? Конечно, вдвоем. Мы дома сидим, мы в шорт уходим. Не знаю, что. Как они, на что? Свою ребенку смотреть нужно, а не потреблять спиртные напитки? Давайте меня жизни не будем учить. Хорошо? Учите, не агрессируйте. Мы с вами спокойно разговариваем. Будете меня учить еще здесь? Как мне жить, как мне быть, что ли? Сейчас опеку вызовем и изымет у вас ребенка. За что? За что? За то, что вон стоишь пьяная тут. Мы надеемся, после этих слов женщина все-таки изменит свое мнение. Ведь ребенок сейчас нуждается в ее особом уходе. Если же она этого не поймет, малышу придется начинать жизнь в казенном доме. А иногда бывает так, что жалуются на одно, а проблема оказывается совершенно в другом. Такой пример у нас получился в Октябрьском районе. Мы, значит, к вам идем. Проверки можно к вам? Привет. Привет. Как зовут? Меня разговаривают у нас. По этому адресу поступила жалоба, мол, мама грубо обращается с детьми. Возможно, кого-то насторожил голос женщины. Но выяснилось он, у нее такое из-за болезни. Для малышей же все условия созданы. Но некоторые моменты все-таки насторожили. У сына диагноз какой? Чего они разговаривают? Не знаю. Мы всех прошли врачей в 19-м, по-моему, году. Сказали, в пяти годам заговорит. В следующем году уже нужно готовиться к школе. Если ему нужно, скорее всего, специальное обучение будет. То есть он в обычной школе же не сможет учиться. Для какого вида надо определить. Для этого нужно обратиться. Есть эта комиссия по МПК. Выйдите сюда. Пройти комиссию. Кроме того, оказалось, шестилетние дети до сих пор ходят в подгузниках. И мамочка считает, что это нормально. У вас почему дочь в памперсы это еще ходит? Ей же уже шесть лет. Мы на улицу только одеваем, и на ночь. Шесть лет же ей. Весь официальный, в смысле, недержание? Нет, почему нет? Просится в туалет? Ну, мне с ним бегать. И она на улицу, и все. Женщина пояснила, ей тяжело водить детей по специалистам. Опять же, из-за проблем со своим здоровьем. Но на этот адрес с нами выезжали наши друзья. Мамы могут 0,3. И уже на следующий день они смогли привезти невролога к нашим подопечным домой. Медик проконсультировала маму и рассказала ей, что и в какой последовательности ей нужно делать. И это не первый случай, когда волонтеры помогают нашему проекту. Первый случай, конечно, Вероника, но, к сожалению, она умерла, потому что она была очень сильно больна. Но благодаря вашим передачам мы постоянно собирали помощь. То есть информировали людей, что есть такие дети, которым нужна помощь. Сейчас очень много историй, которые вы нам сообщаете. Совсем недавно, 2 июня, сообщество организовало настоящий праздник для детей из нуждающихся семей. Сейчас они помогают собрать деньги для 9-летнего Миши, которому требуется операция. Подробнее о его истории и реквизитах для помощи можно узнать на странице сообщества в соцсетях. Или связаться с ними по номеру на экране. И смотрите во второй части выпуска. Пять самых громких случаев за историю проекта. Как развивались события и что с этими семьями сейчас? У нас есть маленькие кролики. Мы ходим, кормим травой. Мама нашлась. Сколько детей удалось устроить в семье за 5 лет. Продолжение истории наших героев. Как-то друг на другу поглядим, заулыбались и все. Никаких обид, только песни и труд. Секретами семейного счастья поделились финалисты семьи года. Почти каждая десятая семья, которую мы проверяли, признана находящейся в социально опасном положении. Еще больше взяты под ведомственный контроль. Все судьбы мы стараемся отслеживать. Но в честь пятилетия предлагаем вспомнить пять самых громких случаев за всю историю проекта. И их продолжение. Иди сюда, тебе никто ничего не делает. Иди сюда. Давай, давай, давай. Иди, мама. Второй давай, вылезай. Вы представляете, чему вы детей научили? Это что такое? Вот это забота о детях. Марты 2019-го бабушка прятала внучек под кроватью. Оказалась родная, мать их бросила. В таких условиях дети жили практически месяц. Женщина не прилагала никаких усилий для того, чтобы исправить ситуацию в семье. В связи с этим детей пришлось изъять. И мама на сегодня лишена родительских прав. Сейчас ребятишки находятся под опекой в безопасности. А папа где? А папа где? Папа кушает. Ты сегодня мою кушала? Нет. А как тебя зовут? Кушала. Мамаша валяется на полу. Вот, прекрасно. Трое детей. Ну-ка, вставайте, давай. А это январь 2020-го. Многодетные родители напились до такой степени, что будить их пришлось почти полчаса. При этом младшему ребенку было 9 месяцев. Старше около 5 лет. На место пришлось вызывать скорую и наряд полиции. Мальчика надо везти на консультацию к нейрохирургам в детскую республиканскую больницу. Потому что у него на лице синяк и ссадина, на спине синяк и ссадина. Надо выяснить. Несмотря на огромную работу, которую проделали специалисты с семьей, ситуация не улучшилась, а опять ухудшилась. Поэтому детей в итоге все же отобрали. И мама лишена родительских прав. Дополнительные силы понадобились и при выезде по сигналу в 2021 году. Мать троих детей вела себя крайне агрессивно. Ее младшему ребенку тогда исполнился всего один год. С данной семьей работа у нас продолжается до сих пор. Органы опеки и попечительства пытаются выйти с женщиной на связь. Но она не изъявляет желания вернуться к нормальной жизни. Не появляется у детей. Дети пока находятся под опекой. А мама лишь ограничена временно в родительских правах. А, вы сбежали из больницы и начали гулять. Да. В связи с чем? В этом году одними из самых громких стал случай в Волгинском районе. Женщина заболела туберкулемой. Детей поместили в реабилитационный центр. А мама в итоге отказалась лечиться. Хоть форма и закрытая, но в любой момент могли наступить осложнения. Повезли ее на принудительное лечение. Пока мама будет находиться на лечении, дети будут находиться там, в санатории. А в отношении вот этой матери никаких у нас ограничений, ни решения родительских прав нет. Поэтому она остается законным представителем, получает все денежные выплаты. Вы находитесь в алкогольном опьянении. Продукты питания отсутствуют. Спать детям негде. Постельный, ее грязный. Но не все истории заканчиваются грустно. Еще двоих детей в срочном порядке забирали во время выезда в Тарбогатайском районе. После этого женщина исправлялась, потом опять расслабилась. Детей забирали второй раз, но в итоге мамочка взяла себя в руки. Несколько лет она не пьет и не так давно согласилась вновь встретиться с нами. Я не хочу, не хочу больше это употреблять, не хочу такой жизни. Просто я припоминаю эти дни, когда без детей, как я им не могла объяснить, почему я их не могу приехать, сразу забрать. Вот надо было мне, наверное, упасть до такого дна, чтобы у меня детей забрали, чтобы осознать, что мне дороже в жизни рюмка или дети. С ней очень долго, конечно, и беседовали, и убеждали, и требовали. После того, как решение суда вступило в закон сила о ограничении в родительских правах, только тогда, по-моему, до нее дошло, что она теряет. Вот потом она осознала, поняла, начала уже именно лечение проходить. И решением суда восстановилась в родительских правах. Пять лет мы сотрудничаем с телеканалом по проекту. Медиапроект имеет уникальный формат. Показывается работа органов системы профилактики, так скажем, без прикрас. В итоге 71 семья, выявленная в рамках проекта, была снята с учета. Родители смогли исправить свою жизнь, должным образом исполнять свои родительские обязанности. Хочу отметить, что мы боремся за каждую семью, чтобы дети росли, жили именно в кровной семье. Мы работаем, конечно, не только в городе, часто выезжаем в районы. И везде нас встречают сотрудники полиции, местной администрации и в первую очередь специалисты социальной защиты. Именно они проделывают огромную работу с семьями на местах. И 8 июня наши коллеги по проекту «Социальные работники» отмечают свой профессиональный праздник. Мы от всей души поздравляем их с этим, но уверены, что даже этот день они провели на своих рабочих местах. Ведь в их руках социальное благополучие жителей. Оказывается, отнести в трудоустройстве, лечении, предоставляется адресная помощь в виде одежды, обуви, бесплатной путевки в санатории, летние оздоровительные учреждения. Даже при снятии семьи с учета, она остается также у нас в базе для работы всех служб системы профилактики и продолжает находиться на особом контроле. Что же пожелаем всем соцработникам, чтобы их ценили, уважали, а дома всегда царило спокойствие и достаток. А мы продолжаем. Ну а сейчас рубрика «Мама найдись». Но сегодня она будет в необычном формате. Мы не будем вас знакомить с новыми героями. Наоборот, расскажем о старых. К примеру, сейчас мы приехали в большую приемную семью в Кяхтинском районе. Сюжет про Витю, Захара и Варю вышел в наш эфир в феврале 2021-го. Ребята очень хотели попасть в семью. Это семья, в которой живут дети. Мама должна мыть посуду и готовить. Папа должен граба убить. Ждать пришлось недолго. Почти сразу после эфира за ребятами приехали. У них появились не только родители, но и много братьев и сестер. Теперь они часть большой и дружной семьи Власовых. У нас есть маленькие кролики. Мы ходим, кормим травой. Это одна из самых опытных и уважаемых приемных семей в республике. Так называемый стаж почти 15 лет. За это время они воспитали 15 ребятишек. Многие давно уже выросли, но все равно часто возвращаются к названным родителям. Вот наши яйца, после того, как курицы их снесли, мы их собираем домой, варим, жарим. Здесь у нас цыплята. У меня они как все свои. Но были сложности, бывали? Ой, что, какие сложности? Как справляетесь обычно, если кто-нибудь начинает вредничать или выступать? Ну, они не знают, что-то так само собой. В 2016-м Власовы взяли гран-при в республиканском конкурсе «Семья года». Но все же главная оценка их достижения, на наш взгляд, это мнение самих детей. Ну, я сразу поняла, что это хорошая семья. Поняла, что тут можно остаться, прожить всю жизнь. Мы, когда ехали в машине, я всегда молчу, когда я, ну, с знакомыми. И мне сразу такое, мама, а ты будешь конфетку? Такая, да, буду. Это самое главное для меня семья, самое главное. Я приехала вечером, почти под Новый год. Я очень стеснялась. Ну, потом я уже, ну, начала привыкать к этой семье, потому что здесь было очень интересно, весело, очень спокойно. Все любили друг друга. Родители любили больше всего детей. Выпуститесь. А, будете приезжать сюда? Да, конечно. Я их сейчас у вас заберу. Так, куда ты их заберешь сама? Туда, куда поеду. Когда вырастите, вы смогли бы вы стать приемными родителями? Да, да. Конечно. У каждого должно сердце быть доброе. И это, конечно, не единственная история, когда после наших сюжетов ребятишки находили семьи. Так, за пять лет только из центра малышок мы показали 59 детей. Из них 43 уже живут в семьях, в том числе особенные дети. Она пытается прямо так что-то сказать? Да, что-то сказать, да. Ну, разборчиво, конечно, но иногда мы понимаем ее, да? Нет, не дам. Девочку с особенностями в развитии забрали в семью московскую. Сейчас эта девочка, у нее ДЦП, и она стала ходить. Это большой шаг в развитии, потому что для каждого ребенка очень важно быть в семье, и чтобы вот это внимание родительское, забота, любовь была направлена именно на него. Только на него одного. Замечательно, что есть такая передача, и люди, увидев ее, принимают самое, наверное, ответственное решение в своей жизни быть родителем. Ну, а мы напоминаем обо всех детях, которые еще ждут своих родителей, можно узнать в региональном банке данных. Некоторые видеовизитки есть и на нашем сайте в разделе «Спецпроекты». Появилась за эти годы у нас еще одна традиция – рассказывать о тех, на кого хотелось бы равняться. Лучшие семьи республики делятся с нами семейными секретами. Сегодня познакомимся с победителями конкурса «Семья года-2023». Мы рады вас приветствовать на нашей Торбогатайской земле. Мы семья Скиба. Проходите в нашу хату, как говорится. Угощайтесь. С пылу, с жару. Ну все, проходите к нам. Спасибо. Эту семью в поселке знает каждый. Прославились они не только своим радушием и гостеприимством. Скиба очень чтят традиции своей семьи. Они староверы, или, как говорят в народе, семейские. Вот с Елизаветой мы шьем вот таких кукол наших семейских. Это вот кукла с детками. Береги. Семейские – это же от слова «семья». Раньше были большие семьи, доходило до детей-то до 20 человек. Особенно трепетно относятся к своим нарядам. Их также отшивают сами – по наказам и по учениям старших. Наш костюм состоит из такой вот рубахи семейской. Называется она «Станушка». Раньше же нечистые силы боялись. И вот делали себе обереги по рукаву, по запястью, чтобы никакая нечистая сила не могла проникнуть. Затем одевается подъемник. Следующий – сарафан московский, круглый, на который уходило 6 метров ткани, который расшивается вот такими атласными лентами. И говорили, чем шире ленты, тем богаче невеста. Ну и, конечно, куда без песен и частушек. Их в семье Скиба поют все. Неудивительно, что когда-то Алексей, глава семейства, не мог пройти мимо такой яркой и звонкой девушки. Поехал даже за ней сам. Съездил, привез ее сюда в Трукатай. А что именно понравилось в ней? Ну все, полностью. Это, видимо, Богом. Вот действительно, муж мне дан Богом. У моего мужа золотые, конечно, руки, характер. Если я такая вспыльчивая, да, я вот эмоциональная, то муж у меня такой степенный. Мама с папой у вас вообще уникальнее такие? Конечно. Веселые, добрые. Ну мы постоянно куда-нибудь ездим, что-то своими руками делаем. Мама рисует трактор, и рисует звездочку, и рисует корову. А он делает машинку из коробки. А еще ты, папе, чем помогаешь? Дрова помогаю. А куда носите дрова? С чичигаркой. Скажите, вы когда-нибудь вообще ругаетесь? Бывает такое, нет? Бывает. А как-то друг на друга поглядим, заулыбались и все. Что-нибудь больше кому-то крас, и все. Ай, ладно, все нормально. Один из главных семейных секретов, считают супруги, это уважать друг друга и трудиться. Алексей вот ездил у нас сегодня на рыбалку, порыбачил, вот поймал карасей, поэтому мы сегодня карасей запекли. Картошечка наша домашняя, блины, редиска уже своя, со своего огорода. Варенье земляничное, в том году собирали творог свой, сливки, поэтому все свое. На этом завершаем наш выпуск. Желаем, чтобы и в ваших домах всегда было тепло и уютно. Всем здоровья! И семейного благополучия! Ну а если что, наш номер на экране. Работаем дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова